Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Говори в прокурорские, сколько денег херсонский прокурор хотел за закрытие уголовных дел и сколько лет получил. А песни довольно одной в Тернополе сказали нет российским исполнителям. Начну с того, что сегодня пятница, а значит, что сразу после подробностей в эфире политическое ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. Алексей, насколько мне известно, уже на работе, гости собираются, о темах расскажу чуть позже. Парламентские пятницы настолько пассивны, что нардепы даже раскладушки принесли в сессионный зал. Сегодня слушали практически только монолог премьера Владимира Гройсмана. Чем интересовались нардепы у министров и что снова не удалось принять на этой неделе? Подробности в материале. После двух недель пассивного блокирования трибуны с требованием создать временную следственную комиссию по расследованию политической коррупции, радикалы устали стоять и принесли в парламент раскладушки. В полупустом сессионном зале министры в полном составе отвечали на вопросы депутатов. Нардепа самопомощи Татьяна Острикова призывала уволить руководителя киевской таможни из-за злоупотреблений. Звертаюся до вас, чтобы вы допомогли Насирову завершить это службовое расследование и освободить Рученко с займаною посадой. Премьер перешел на СОПов язык. Как там податковые белочки? Были податковые белки и стали СБУшние охотники за привидениями. Те перестали терроризовать бизнес, появились СБУшние бандформирования, которые на митницах терроризуют честных импортеров. Белки повернулись на базу дислокации. Каждая белка отримает свое. Я вам все могу гарантировать. То, что на смену налоговой полиции пришли работники СБУ в парламенте, не всем понятно. Я прошу приготовить доведки для народных депутатов, разъяснить слово белка, мысливцы за привидами, чтобы депутаты знали предмет и тему дискуссии. Все материалы злоупотреблений на таможне премьер Гройсман обещал передать в антикоррупционное бюро. Собираются разобраться и с ценами на бензин. Сьогодні зранку цена на паливо на українських АЗС зросла ще на 1 гривню. Це прямая картельная змова. Майже на 3 гривни за месяц виросла цена. Не зростає долар, не зростають акцизи. Чому? Такие дії синхронные могут носить ознаки змови щодо регулювания этих цін. Минулий вівторок перший вице-премьер-министр направив звернення до антимонопольного комитету з перевірки цього питання. После вопросов к правительству зал и вовсе опустел. Озвученные с трибуны постановления, которые отменяют квоты на телеканалах, слушать было некому. Эти изменения в закон о телерадиовещании депутаты голосовали накануне. Согласно закону, не менее 70% вещания должны составлять передачи европроизводства, в том числе Украины, США и Канады. Специально поставили в пятницу постанову, зная, что депутатов не будет. В очередной раз произошла манипуляция. Я обратил внимание, что с этим законопроектом дискриминированы целый ряд европейских стран. Нидерланды, Дания, Бельгия, Швеция, Ирландия, Греция, Люксембург. Вот это давление абсолютно необдуманное на телекомпании, на телевидение. Изменения в бюджет и налоговый кодекс на этой неделе нардепы снова проигнорировали. Единственный документ, который облегчает жизнь пенсионерам об отмене налога на пенсию, проголосовали вчера, но только в первом чтении. В основном парламент занимался политиканством, переименованием городов, какими-то декларациями. Но ничего опять того, что нужно, то, что ждут люди, увеличение социальных стандартов, увеличение выплат, этого не было. Бюджет получил дополнительные доходы за счет инфляции. Тем не менее, не была выполнена основополагающая позиция по Конституции, что эти доходы должны идти на социальные выплаты. Под конец рабочего дня из парламента исчезли даже раскладушки. Радикалы разблокировали трибуну, а спикер в который раз пообещал создать временную следственную комиссию по расследованию политической коррупции. Ольга Рызар, Ирина Романова, Владимир Самченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Это не все новости из парламента. Сегодня Верховную Раду пикетировали представители гражданского корпуса АЗОВ. С какой целью они приходили, кто их собирал, мы поговорим об этом буквально через несколько минут, а пока о тарифах. Тариф прокурорский. В Херсоне при получении 25 тысяч долларов попался очередной взяточник в погонах. Его задержания отчитались в НАБО. После детективы провели обыски и в городской, и в областной прокуратуре. А все подробности узнаем у Кирилла Ющишина. Обыски в Херсонской местной прокуратуре детективы НАБУ устроили накануне вечером, сразу после задержания прокурора на взятки 25 тысяч долларов. Вимагав за вплив на прийняття уповноваженными особами певного решения щодо закрытия криминальных проведений. Вказанный прокурор наразе затриманный. Ему за правовую квалификацию частины 3 ст. 369-2 поведомлено про подозру. Предбачается позбавление воли на сроки от 3 до 8 лет с конфискацией майна. Имя задержанного в НАБУ не разглашают. По информации собственных источников, это Денис Прохоренко, обычный служащий прокуратуры. Мы отправились туда за комментариями. Кроме местной, обыски якобы прошли и в областной прокуратуре в кабинете одного из заместителей прокурора. Получить подтверждение, так ли это, нам не удалось. Комментировать что-либо там отказались. Оно и неудивительно, говорят активисты, мол, вся местная прокуратура погрязла в коррупционных схемах и связях снизу доверху. Особенно у меня есть письма, для меня на областную прокуратуру, где показывали факты. На много миллионов, десятки миллионов гривен, разработанных в нашей области, особенно по пескам, тоже никакой реакции нет. Там, где речь касается коммунальных предприятий, собственности, громады, которая отбирается у громады, естественно, эти дела попадают к определенным судьям и представляют, как правило, их определенные прокуроры. Ну и результат заведомо уже в своем известии. Общественники говорят, вряд ли задержанный детективами НАБУ служащий действовал в одиночку без поддержки вышестоящих руководителей. Кто еще замешан в коррупционной схеме, покажет следствие. Кирилл Ющишин, Магдан Иванов, подробности, телеканал Интер, Херсон. Генеральной прокуратуре разрешили обыскать офис YouTube в Соединенных Штатах Америки. Постановление об этом есть в едином реестре судебных решений. Провести обыск в офисе видеохостинга решили по делу Сергея Чеботаря, бывшего замглава МВД. Следователи хотят выяснить, кто же опубликовал вот это видео и другие видео из кабинета Чеботаря. Ресурс должен предоставить доступ к конкретным данным этого пользователя, его электронной и IP-адреса, хосты, с которых происходила регистрация и сами видеозаписи. Такое право следователю предоставили на один месяц. Я напомню, что ранее Печерский райсуд санкционировал обыск украинского офиса Google, также по делу Сергея Чеботаря. Сам же бывший зам Авакова подал в отставку 13 мая якобы из-за систематической травли в СМИ и на следующий день кабин его уволил. Также стало известно, что ГПУ открыло уголовное производство против председателя наблюдательного совета Укрнафты Андрея Коболева. По факту его бездействия при незаконном выведении средств из компании в 2015 году. Об этом сообщает источник ВНАК «Нафтогаз Украины». Я напомню, компанию Укрнафта подозревают в умышленном формировании задолженности в размере более 11 миллиардов гривен. И громкое задержание в Киеве СБУ арестовало представителя Аль-Каиды. Он выходец одной из азиатских стран, какой именно не сообщают. У иностранца нашли поддельный украинский паспорт. При этом теракты в Украине он не планировал. Хотел перебраться в Евросоюз. Террорист останется под арестом 40 суток до запроса на его экстрадицию. Служба безопасности также раскрыла многомиллионную финансовую схему в зоне АТО. Злоумышленники обналичивали деньги с карт своих клиентов. В основном это жители временно оккупированных территорий. За это получали проценты. Для махинации они использовали криптовалюту и международные платежные системы. Во время обысков в квартире одного из организаторов нашли платежные карты, компьютерную технику и носители информации. Бизнес был организован, скорее всего, в Донецке и Киевских областях. Они достигли прокрутить более 50 миллионов гривен, и что завдало сбытки в державе, оскільки до бюджета не пошли миллионные податки. И вернемся к стенам парламента. Почти пустую раду сегодня пикетировали люди с лозунгом «Требование нации нет капитуляции». Против чего на улице вышел гражданский корпус АЗОВ. И кто организовал этот АЗОВский всплеск, подробнее расскажет Егор Логинов. В 10 утра возле монумента «Родина-мать» собирается будущий марш. И вот под бой барабанов участники шествия двинулись к Верховной Раде. Колонна растянулась на несколько сот метров. Чтобы избежать эксцессов, на улице Грушевского перекрыли движение автотранспорта. К охране порядка в столице привлекли около 2000 правоохранителей. Приблизительно столько же, сколько и участников акции. Во время марша с ними пообщался мэр Киева Виталий Кличко. Он как раз ехал мимо. Попросил их снять маски и соблюдать в городе порядок. Если человек прав, если он отстаивает свои права, он уверен в своей справедливости, прятаться не нужно. К моменту, когда азовцы подошли к парламенту, его уже охраняли усиленные наряды полиции и бойцы Нацгвардии. Митингующие зажгли шашки. Вскоре территория возле Верховной Рады превратилась в плашную пелену дыма. Чтобы не проводили выборы на Донбассе. Если проводить, то они должны быть по украинских законам, а не по тем, которые они там хотят себе сделать. Лидер гражданского корпуса АЗОВ, нардеп-фронтовик Андрей Белецкий, несмотря на окутанную дымом Раду, акцию назвал мирной. И отметил, что участникам сегодня неинтересно штурмовать парламент. А вот если депутаты не выполнят требования протестующих, они перейдут к более жестким методам. Я думаю, что у них все-таки есть инстинкт самосбережения. За собой залишаем право на будь-якие действия. Блоковать парламент, жестко протестовать, блоковать АП. Вот как комментируют депутаты, происходящие за окном. А я попитал моих коллег, которые тоже специалистами выборчих законодастов, они тоже ничего не знают и не берут участие в подготовке законов. В данном случае я трактую это політичная акция. Вот, исключительно політичная. Я прогнозую, возможно, наступный год у нас может быть годом новых выборов. Вот и все. И поэтому сейчас идет активизация новых рук, новых людей, новых политиков, презентация этих людей. И пока под радой горят шашки, напомню, выборы на оккупированных территориях – это один из основных пунктов минских договоренностей. И то, что их нужно соблюдать, постоянно говорят многие западные политики. Вот глава МИД Германии Франк Вальтерштан Майер в ходе недавнего визита в Вашингтон заявил, цитата, «Нам нужны компромиссы в принятии закона о выборах, который является предпосылкой для возможности проведения выборов на востоке Украины. Нам нужны срочные шаги в том, что касается успокоения военной ситуации». А вот посол ЕС в Украине Ян Тамбинский в интервью изданию «Фокус» отметил, «Выборы должны быть легитимными, пройти по тем правилам, которые приняты в цивилизованном мире. Главная цель этих выборов – получить полноценных представителей тех граждан, которые проживают на территориях самопровозглашенных республик». Егор Логинов, Олег Неведомский, подробности и телеканал «Интер». Акция у стен Рады показала, что власть в стране принадлежит радикальным группировкам. Такое заявление размещено на сайте оппозиционного блока. Там считают, что митингующих поддерживают нардепы от Народного фронта и МВД. По мнению оппозиционеров, митингующие делают все возможное для срыва выполнения минских соглашений. В партии потребовали от властей расследовать сегодняшнюю акцию и дать правовую оценку всем прозвучавшим угрозам и призывам к насилию. Петр Порошенко, комментируя марш Азова, подчеркнул, что единственная возможность восстановить украинский суверенитет над оккупированными территориями – это политико-дипломатическое урегулирование. Военного пути возвращения Донбасса не существует, подчеркнул президент. По его словам, первые кадры марша появились на российском телевидении. Шины, петарды, сообщения о раненых полицейских, которые подыгрывают информацию о том, что сегодня якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. Скандальный сайт «Миротворец», который курирует нардеп от Народного фронта Антона Гераченко, сегодня опубликовал новый список журналистов. Теперь в перечне не четыре, а более пяти тысяч фамилий, номеров телефонов и другой личной информации военкоров, получивших аккредитацию в так называемое ДНР для освещения событий на Донбассе. Создатели ресурса заявляют, что действуют по закону и, цитирую, приносят свои искренние извинения, поскольку предыдущий список действительно оказался не первой свежести. Я напомню, публикация первого списка вызвала международный скандал и сайт закрылся. Накануне его работу снова возобновили и сегодня вот новый сюрприз. Комментарии мы хотели получить у куратора сайта Антона Гераченко, но в Верховной Раде он сегодня не появился, в соцсетях об этом ни слова не написал, на наши телефонные звонки он не ответил. Я также напомню, что после первой публикации данных корреспондентов, кстати, не только украинских, но и американских, европейских, генсек Совета Европы Турбион Игланд направил президенту Украины письмо, в котором призвал провести расследование и гарантировать военкорам безопасность. Жесткая реакция генсека Европы только одно в череде подобных заявлений европейских чиновников, общественных организаций и правозащитников. Против действий миротворца выступили также посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский и представителю БСЕ по вопросу на свободу слова Дуня Миятович. Обнародование детальной информации о журналистах нарушает международные стандарты защиты персональных данных, а также не соответствует украинскому закону о защите персональных данных и подвергает риску самих журналистов. Я настойчиво призываю украинскую власть способствовать тому, чтобы этот контент стал недоступным. Это очень тревожное событие, которое может в дальнейшем ставить под угрозу ситуацию с безопасностью для журналистов. Журналисты сообщают о проблемах, имеющих общественный интерес, и они не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы. И вот что о митинге Азова и о продолжении истории с миротворцем думают политологи. В Народном фронте чудесно понимают, что в стране существует потенциал, электральный потенциал около 30% граждан, которые считают, что необходимо продолжать войну, необходимо продолжать радикальные действия, которые поддерживают радикальные действия. И, соответственно, своими подобными акциями, те, которые сегодня демонстрируют Белецкий, те, которые демонстрируют Герашенко, те, которые демонстрируют другие представители Народного фронта, пытаются заручиться поддержкой представителей Народного фронта, поддержкой именно вот этих непримиримых, вот этой части граждан, которые хотят продолжать войну. Именно поэтому сейчас представители Народного фронта будут все чаще и чаще демонстрировать свой радикализм, для того, чтобы повысить свой рейтинг, поднять свой рейтинг, вернуть свои позиции, которые они потеряли в ходе управления комбином. Очевидно, что для Украины в вымершемом плане это серьезные потери. Будет все дальше и дальше нарастать противостояние внутри коалиции и будет нарастать противоречие внутри коалиции. Я не думаю, что что-то вообще может спасать рейтинг Народного фронта. Наша политика, она достаточно специфична в контексте того, когда лидер партии поздравляет посадки, то, как правило, оточение, оно шукает шляхи для самовиживания, очень часто неизваживаясь на дальнейшую, на дальнейшую долю своего лидера. Народный фронт, на самом деле, это сбор на пляжу. Давайте будем уверены, то, скорее всего, они занимаются тем, чтобы найти свою подальшую нишу, свою подальшую перспективу политичную в Краине, а не думая про Народный фронт. Думаю, что, скорее всего, это так. Для рейтинга Народного фронта, что это, что называется, мертвому припарки. Как и в случае с мертвым, так и с маршем Азова, ну, присутствует такая тактика ставка на обострение. Поскольку и в первом, и во втором случае имеется четкая связь с тем же Народным фронтом, то, очевидно, учитывая крайне низкие рейтинги этой политической силы, то есть, делая ставку на обострение, пытаются напомнить о себе. Дескать, в случае, если к требованиям правых радикалов не прислушаются, то последуют куда более мощные акции. Противостояние партии мира и партии войны в украинском политикуме, по-моему, выходит на какой-то новый уровень. Скажем так, отношение к Украине и украинскому политикуму может изменить? Ну, это совершенно очевидно. Я напомню, завтра и послезавтра Украина будет отмечать День Европы. Насколько связана череда уже прокатившихся скандалов и волнений с этой символичной датой? Ответ на этот вопрос будут искать гости ток-шоу «Черное зеркало». Как реагируют Европа и другие западные партнеры Украины на акции, направленные против реализации Минских соглашений? Как могут быть связаны такого рода мероприятия с очередным траншем МВФ, которого мы так ждем? Политическое ток-шоу «Черное зеркало» сразу после подробностей. И тем не менее, возможно, уже этим летом украинцы смогут ездить в Европу без виз. Такую уверенность выразил Павел Климкин. Министр иностранных дел заверил, что со своей стороны Украина выполнила все обязательства. Еврокомиссия не рассматривает возможную отсрочку имплементации безвизового режима. Обсуждается только процедура, каким образом Еврокомиссия могла бы его отменять в случае очень серьезных нарушений. Не нужно сказать про оттерминирование. Просто вопросы действительно в плане миграционного менеджмента и понимания, какими будут европейские решения, они сами обговорятся этого месяца и следующего месяца. А вот дата проведения саммита Украина-ЕС все еще обсуждается. По словам Климкина, сейчас идет работа над графиком. Я напомню, что саммит был запланирован на 19 мая, однако по обоюдному согласию Киева и Брюсселя его решили перенести. Предварительно на сентябрь, но точная дата станет известна в июне на встрече Петра Порошенко с руководством Европейского Союза. В НАТО снова заговорили о России. В Брюсселе на саммите глав внешнеполитических ведомств стран Альянса коснулись темы взаимоотношений с Москвой и выразили сдержанный оптимизм. Причем все. От генсека НАТО до представителей крупнейших участников. Мнение выслушал наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко. Сотрудничество с Россией приостановлено, но возможность политического диалога остается открытой. Эта фраза из уст генерального секретаря НАТО – мощный сигнал о том, что дела налаживаются. Йенса Столтенберга только и спрашивали о том, как Североатлантический Альянс планирует выстраивать отношения с Москвой в преддверии саммитов Польши. На практике НАТО усиливает свои восточные рубежи дополнительными подразделениями, авиацией и даже системами ПРО. Главы МИД договорились о двойном подходе. С одной стороны, мощная оборона и сдерживание, причем и оборону и сдерживание мы будем усиливать, с другой – политический диалог. Еще широкую поддержку получила идея созвать комиссию Россия-НАТО уже в ближайший месяц. Это наилучшая платформа для диалога, согласились ключевые игроки Альянса, которые раньше были настроены скептически. По словам главного немецкого дипломата, несмотря на все противоречия и различия, необходимо разъяснить России те решения, которые планируются для принятия на саммите в Варшаве. У нас с Россией здесь, в Европе, происходят большие конфликты. Но в то же время мы должны приложить усилия и сделать Москву нашим партнерам. Когда речь идет о конфликтах в Ливии и Сирии, именно Россия может помочь их разрешить. Они не хотят нас терять, заявил в ответ глава российского МИДа Сергей Лавров. И выразил недоумение, почему, прежде чем заявлять о проведении новой комиссии, об этом не посоветовались с Москвой. Будущие встречи России НАТО надо обсуждать и по плану ближайшая назначена на середину лета после саммита в Варшаве. Кстати, в это же время истекает срок санкций, принятых в ЕС против Кремля. И Франция осторожно намекнула, что не против их снять. Не сразу, поэтапно и только на определенных условиях. Необходимо, чтобы ситуация в Украине изменилась, но сейчас этого нет. Все, что происходит на границе с Европой, включая попытку сепаратизма в части Украины, в Крыму должно измениться. Я сказал очень четко, что мы хотим снять санкции, но для этого нужны конкретные результаты со стороны России и со стороны Украины тоже. Украине на саммите НАТО отведут особую роль в Варшаве. Запланирована совместная комиссия на самом высшем уровне. С главами государств встретится президент Порошенко. Ему Столтенберг пообещал поддержку и практическую помощь, в частности средства из трастовых фондов. В планах также проведение совместных военных учений Украины и подразделений Альянса. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Совет нацбезопасности и обороны утвердил новый стратегический оборонный бюллетень. Это позволит начать перестройку секторов безопасности и обороны страны для вступления в НАТО. И вот что сказал об этом президент Украины Петр Порошенко. Это не означает, что принимается сейчас решение про вступ. Безусловно, мы остаемся в сфере наших международных обязанностей. Но это тот рубикон, который переходит Украинские силы и сектор обороны и безопасности для остаточного переведения под стандарты НАТО. Роман Греба, замминистра образования и науки, которого называют правой рукой Яценюка, может получить кресло в Центр избиркоме. Кандидатом в члены ЦИК его выдвигает тот же Народный фронт. Об этом написал на своей странице в Фейсбук президент Украинского отделения организации по борьбе с коррупцией Transparency International Алексей Хмара. Он напомнил, что Греба был фигурантом нескольких громких скандалов. Среди них злоупотребление при избрании конкурсной комиссии нациоагентства по вопросам предупреждения коррупции. Тогда квоту от общественных организаций заполнили людьми, подконтрольными к обмину. А теперь Яценюк предлагает Гребе организовывать национальные выборы. Это дно, резюмирует Хмара. Бензиновая карусель, сговор нефтетрейдеров или все же обоснованное повышение цен? Что влияет на стоимость топлива и можно ли остановить подорожание? Елена Митясова выясняла все подробности. Что не день, то цены вверх. Поездка на АЗС для многих водителей уже как лотерея. Никогда не знаешь, почем сегодня литр. Только за последний месяц топливо в стоимости выросло на 10%. Это где-то в пределах 3 гривен, говорят водители. Была солярка недавно 17 гривен. А вот смотрю, уже 18-29. Нефть на рынке дешевеет, а в нашей стране все дорожает. За неделю на гривню. Так что ставим газ и катаемся. Два с половиной раза дешевше. Скачок цен на топливо нефтетрейдеры объясняют мировыми тенденциями. Мол, за последние несколько месяцев нефть на биржах подорожала на 20 долларов за баррель. Эту разницу украинские водители не ощущали из-за так называемого переходного периода. АЗС продавали старые запасы. Вот она уже там доходит практически до 50 долларов за баррель. То есть если мы с вами самые нижние значения видели ниже 30, а сейчас она в районе 48-50. Рынок построен таким образом, что мы покупаем нефтепродукт независимо от цены. Но стоимость нефти не единственный фактор, который формирует цену топлива. В стоимость заложены еще налоги, это 40%. Их нефтетрейдеры, кстати, платят Украине в евро или долларах. А также 20% эксплуатационных расходов. Транспортировка, хранение бензина. Сюда же входит и прибыль АЗС. 85% цены формируется за счет цен на нефть и налогов. То есть тут никто, тут не трейдер, никто другой не может ничего с этим поделать. И вот это основные причины. То есть там нет заработка, там 10 гривен, 5 гривен на литре. То есть таких заработков в этой отрасли нет, и это знают все. Спрогнозировать, сколько будет стоить топливо завтра, нефтетрейдеры не берутся. Говорят, все зависит от курса доллара и мировых цен на нефть. Если начнут колебаться, смена ценников просто неизбежна. И все же нет ли сговора нефтетрейдеров, мы пытались узнать в антимонопольном комитете. Однако там сегодня эту тему не комментируют. Елена Митясова, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Не меньшие страсти бушуют и вокруг голубого топлива. Новые тарифы на газ для населения уже вызвали волну возмущения. Недоумевают и сельские жители, которым в правительстве не так давно и вовсе посоветовали отвыкать от газового отопления и переходить на дрова. Жители поселка Бельковцы, это в Житомирской области, лишь недавно приобщились к благам цивилизации. Газ туда провели всего лишь несколько лет назад. Уголь теперь практически не продается, а топить дровами это минимум 10 тысяч гривен в месяц. Делится с нардепом от оппозиционного блока Юрием Бойко селяне. Но и новые цены на газ совершенно неподъемные, говорят люди. Нардеп уже пообещал инициировать создание временной следственной комиссии в парламенте, чтобы расследовать обоснованность и законность роста тарифов на газ для населения. Министр выступает, давайте селу газ не дамо. А вот представьте, это они все сегодня грубки повыкидали, а провести даже опаление, как Надя говорит, 30 тысяч. А это получается, что сегодня новое котло требуется завести, чтобы все по-новому сделать. 20 миллиардов кубилл газа добывает страна, из них 16 миллиардов добывает государство. Это газ, который принадлежит всем по Конституции, вам, Киеве, всем, на Сходе, на Заходе, всем людям страны. Собоварность этого газа 700 гривен, тысяча кубилл. Решение продавать его за 7 тысяч 10 раз от собоварности, это антинародное гробунское решение. Тему энергобезопасности Украины сегодня обсуждали эксперты и политики за круглым столом в Киеве. Один из главных вопросов, как увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС. Это возможно, считают в центре Разумкова. За счет расширения Бурштинского энергоострова и строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Проект уже есть, осталось решить технические вопросы. Благодаря этому проекту мы получаем более экспортный потенциал. Мы получаем возможность добудовать двух энергоблоков атомных. И в конце концов это даёт возможность создать великого инвестиционного проекта. Это уже ревизия электроэнерголинии Хмельницьких ЖЭШ, которая на сегодня не работает. На сегодня работают возможности, каким образом добудовывать энергоблоки Хмельницкие и так далее. И ещё об одном громком задержании НАБУ. Сегодня суд избирает меру пресечения для Сахарного, зампрокурора Киевской области. Я напомню, Александра Колесникова взяли под стражу позавчера. На месте в суде работает моя коллега Павлина Василенко. Она с нами на связи. Полина, расскажи всё, что тебе известно. Добрый вечер, Наталья. Заседание суда, там где избирают меру пресечения Александру Колеснику, длится уже шестой час. И всё ещё судья находится в комнате, в значительной комнате. Как вот уже ты сказала, Колесника задержали позавчера детективы НАБУ. Его задержали на своём рабочем месте. И обвиняют его в злоупотреблении служебным положением. Считают, что он способствовал тому, что были похищены 30 тысяч тонн сахара со складов госучреждения Аграрный фонд. Этот сахар оценивают в 300 миллионов гривен. Очень жаль, что помощником в этом деле у них выступили сотрудники прокуратуры. Они, по сути, завладели чужим сахаром. А товарищ, который сегодня находится на скамье подсудимых, подозреваемый Колесник, своими действиями содействовал завладению государственного сахара. Прокуратура настраивает на самой строгой мере пресечения – это взятие Колесника под арест на 60 дней. Либо же есть вариант отпущения его под залог. Сумма залога – 300 миллионов гривен. На такую же сумму был украден сахар. Адвокаты Колесника соглашаются максимум на личное обязательство. Также прокуроры говорят о том, что Колесник занимает очень высокий пост. Он очень влиятельен и может влиять на свидетелей и также может скрыться. Предполагают, что он может скрыться на непонконтрольной укройной территории так называемых ЛНР и ДНР. Ведь его родители из Углегорска, а жена из Луганска. На заседание были заслушаны родители Колесника. Отец и мать сказали, что на оккупированной территории их сын выехать не может, поскольку его там разыскивают боевики. Сам же Колесник слова родителей подтвердил и также сказал, что скрываться или влиять на кого-либо он не намерен. Невстановлена незаконность действий державного виконавца. Больше того, посылание на тот акт, на который они посылаются 10.06.15 года, который был складен, он на этот час чинный и никому не скасованный. Женную особу за рассказание не засуджено, та жених не поведомлено про педозру. По сахарному делу проходит еще 8 подозреваемых, но их имен не разглашают. Позиция прокуратуры, как сейчас мы видим, что еще судья не вышел из своей комнаты, мера пресечения еще не выбрана, но прокуратура говорит, что вот эти вот 60 дней, они дадут ей возможность допросить всех свидетелей и найти, возможно, новые улики. И также, возможно, найдется выведенный из Черкасской области сахар, место нахождения которого до сих пор еще неизвестно. Наталья? Спасибо, Павлина. Павлина Василенко о том, что уже 6-й час суд пытается избрать меру пресечения сахарному прокурору Александру Колесникову. На сайте президента Украины появилась электронная петиция об отмене решения Верховной Рады о переименовании города Днепропетровск в Днепр. Автор петиции мотивирует это тем, что депутаты нарушили регламент и приняли решение без учета исторических событий и мнения местного населения, а также проигнорировали обращение местных советов и тот факт, что такое географическое название уже есть на карте Украины, а именно название реки. Если петиция за 91 день наберет 25 тысяч подписей, она будет рассмотрена президентом. Не станет ли переименование городов единственной реформой, доведенной до конца? И почему надепы так охотно голосуют за благодатные в плане пиара законы, а не занимаются более насущными проблемами? Об этом сегодня будут спорить гости ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом сразу после нашего выпуска. Ситуация в зоне АТО продолжает оставаться напряженной. Боевики из минометов обстреляли Красногоровку, несколько мин взорвались рядом с жилым сектором. В Маринке враг вел огонь из гранатометов и пулеметов. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. Это передовые позиции украинских военных в районе Красногоровки. Боевики эту территорию обстреливают ежедневно, в том числе используют и крупнокалиберные минометы. И вот все поле усеяно вот такими воронками, и бойцы говорят, обстрел может начаться снова в любой момент. Ночью бойцы насчитали до 30 разрывов. Еще 10 мин упали сегодня утром, несколько из них рядом с частным сектором. А в соседней Маринке, наоборот, чаще происходят уличные бои. На этом участке фронта позиции боевиков и военных находятся совсем рядом. Их разделяет буквально 500 метров. Это уже расстояние прямого выстрела из винтовки или пулемета. И вот за этой посадкой находятся дома, и там уже противник оборудовал огневые точки. Как правило, боевые действия начинаются ночью, но сегодня боевики стреляют и днем, слышны пулеметные очереди, поэтому между позициями нужно перебегать в целях безопасности. На такие обстрелы военные стараются не отвечать. Были обстрелены из гранатометов, или, может быть, РПГ-7. Также снайпер был, ну, с террикой названия видно. Помимо Марьинки и Красногоровки, боевики активно обстреливают позиции украинских военных в районе Новотроицкого. На этом направлении также активизировалась и воздушная разведка противника. Бойцы говорят, что постоянно фиксируют в небе вражеские беспилотники. Винеймин Трубачев, Вадим Ревун и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Головокружительную карьеру от министра до литератора совершил беглый глава МВД Захарченко. Вот только презентация его опуса осталась без внимания даже со стороны российских СМИ. Что за шедевр состряпал на скорую руку бывший соратник Януковича, узнаем от Данила Русакова. Презентация книги беглого эксглавы МВД Захарченко о событиях зимы 2014 в Киеве в самых лучших традициях прошла в Ростове-на-Дону. Название для своего опуса он тоже выбрал ожидаемое. Кровавый Евромайдан. Преступление века. О том, что Захарченко еще и писатель, прежде информации не было. Но перебежчик уверяет, над созданием труда тиражом аж в 5000 экземпляров он трудился целых два года. Помогал некий русский писатель из Словакии. На пресс-конференции его назвали даже философом. Но разделить лавры славы Захарченко писателю не удалось. Недавно скончался. Я раскрываю сущность технологий, которые применялись. Сущность самого Захарченко уже два года раскрывают украинские силовики. С февраля 2014-го он объявлен в розыск по линии СБУ. Тогда же генпрокуратура потребовала в течение 10 дней задержать чиновника, как причастного к массовым расстрелам во время Майдана. Но Захарченко сбежал. Теперь у него российское гражданство, и Москва не намерена его выдавать ни Интерполу, ни официальным органам Украины. На презентации своего творения революцию 2014-го года бывший чиновник из обоймы Януковича ожидаемо назвал государственным переворотом. Нынешнее противостояние на Востоке Захарченко считает исключительно внутренним конфликтом. А еще собирается отправлять свой гум-конвой для боевиков. В политику, уверяет, идти не планирует. И, конечно же, ни слова о том, что ГПУ его обвиняет в выдаче шести сотен автоматов тетушкам в феврале 2014-го и о преступном приказе разогнать студента в ночь на 30 ноября. Гибель манифестантов на улице Институтской, которой Захарченко, как глава МВД, приложил руку лично, описал вот так, цитирую, «Я не хотел свести только к расследованию этих расстрелов. Я хотел выйти за горизонт». Конец цитаты. Судя по всему, попасть именно в этот пункт назначения в Ростове-на-Дону разыскиваемому бывшему главе МВД в итоге удалось. В Украину, где ему светит пожизненное заключение, он не собирается. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала «Интер». Криминальный талант. Как, погорев на миллионах, выйти сухим из воды. Советы от директора Львовского бронетанкового завода. Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Обломки и личные вещи пассажиров пропавшего самолета «Эджипт-Эйр» обнаружили в военной силе Египта. Их нашли в 290 километрах к северу от средиземноморского прибрежного города Александрия. Спасатели продолжают поиски бортовых самописцев, ведь именно их расшифровка даст ответ, что же стало причиной крушения лайнера. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. В Евросоюзе дело о крушении египетского лайнера. Топ-новость второй день подряд. Недавно теракты Парижа и Брюсселя. Теперь пропавший рейс «Париж-Каир». А менее чем через месяц начинается чемпионат Европы по футболу во Франции. Это ведь дополнительные авиарейсы, с ними новые потоки авиапассажиров, а причина крушения рейса АМС-804 до сих пор не осна. МИД Франции подчеркивает, нужно как можно быстрее найти обломки, чтобы разобраться, был ли это теракт, вина пилотов или техническая неисправность. Все гипотезы рассматриваются, какой-либо основной нет, у нас недостаточно сведений о причинах аварии. Мы уже отправили один самолет спасателя и собираемся отправить второй. Нужно найти обломки и проанализировать их. И, конечно, черные ящики тоже. Еще утром представители египетских властей встретились в аэропорту Каира с родственниками пассажиров, но ничего конкретного сказать им не смогли. Больше суток египтяне действуют совместно с греками. Сначала точно определили место поисков, потом, наконец, нашли доказательства крушения именно этого рейса. Военные самолеты и египетский флот нашли некоторые вещи пассажиров и обломки самолета в 290 километров к северу от Александрии. Поиски продолжаются. Немногим позже власти Греции подтвердили, место крушения найдено и уточнили детали. Нас проинформировали власти Египта об обнаруженных обломках сидений и багаже, а также погибших в районе проведения поисков к югу, где пропал сигнал самолета. Если версия террористической атаки на рейс Париж-Каир подтвердится, глава МИД Франции не исключает, могут ужесточить уголовный кодекс, чтобы оперативно вводить в стране режим чрезвычайного положения для противодействия подобным случаям. Геннадий Вивденко, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украсть миллионы и остаться на свободе. Бывшего директора Львовского бронетанкового завода сегодня отпустили из зала суда. Я напомню, что Александра Остапца обвиняли в хищении государственных миллионов, которые должны были пойти на ремонт военной техники. Но действия руководителя завода суд расценил как обычную халатность. Как так получилось, знает Галина Якушко. Это было последнее слово подсудимого. Строго суд и не судил. Скандальному экс-директору Львовского бронетанкового завода вынесли приговор. Пять лет условно. И штраф около 11 тысяч гривен. Это было последнее слово подсудимого. Огнение под вартою и добране выруком законной силы. Сменить на особенное сбоязание, на гайную, извольнувшись под вартою в зале суда. А какое громкое было дело. Александра Остапца подозревали в хищении двух миллионов государственных гривен. Он перечислял деньги коммерсантам за ремонт боевой техники, которую так и не починили. В СИЗО он пробыл около полугода. Первый суд по мере пресечения тогда еще был строг задержанным и назначил беспрецедентную для Украины сумму залога – 30 миллионов гривен. А сегодня Остапца освобождают прямо в зале суда. От журналистов бывший директор спешно убегает. И несется к окну, подышать свободой. Его адвокат утверждает, Остапец перечислял деньги случайно. Вину признал и покаялся. Это злочин средней тяжкости. Он выполняется с необережностью. Он раньше ни разу не протягался. Есть особый пенсионный век. Он имеет ряд тяжких заболеваний уже в продолжительности. Прокуроры против выхода Остапца на свободу возражений тоже не имеют. Месяц назад они переквалифицировали дело. После чего Остапца судили уже не за хищение государственных средств в особо крупных размерах, а за служебную халатность. Решение я справедливым. Я отвечаю к вымогам криминального законодавства. Он потом его оконувал. Кстати, активисты, которые устраивали представления на предыдущих судебных заседаниях, на оглашение приговора почему-то не пришли. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. В Днепропетровске двое полицейских организовали сеть по сбыту наркотиков. Как сообщили в нацполиции, сотрудники одного из отделов полиции области принуждали местных жителей, которые попали в разработку как наркозависимые, распространять наркотики и психотропные вещества. А затем задерживали, требуя кроме денег, вырученных от продажи, взятки за освобождение от уголовной ответственности. Предприимчивых полицейских уже взяли под стражу. В Одессе бессрочную акцию протеста продолжают инвалиды-переселенцы из Донбасса, они отказываются покидать областную администрацию, там и ночуют. Чего требуют от чиновников и что тебе обещают в ответ? Андрей Анастасов расскажет подробнее. Четвертые сутки в общественной приемной облгосадминистрации спят на диванчиках, стульях и надувных матрасах. Это инвалиды-переселенцы из санатория Куяльник, а также их родственники. Дежурят посменно, покидать помещение отказываются. Самое первое, это то, что нет веры. Нет веры в то, что что-то произойдет. Протест начался после того, как санаторий, куда государство два года назад поселило людей, отключил в комнатах электроэнергию. С прошлого года чиновники задолжали учреждению более 70 миллионов гривен. То, что переселенцы по сути стали заложниками во взаимоотношениях санатория и власти, понимает даже десятилетняя Милана, инвалид-остматик из Донецка. Нам уже не первый раз выключают свет и воду выключают. Вот люди, я здесь ночую, чтобы окончательно решили эту проблему. Решить проблему, по словам переселенцев, позволит предоставлением социального жилья. Это могут быть общежития или заброшенные сельские дома. Собственно, на сегодня это главное их требование. В этом случае люди не будут зависеть ни от каких санаториев. Коммунальные услуги оплачивали и все. А не то, что предлагается нам по полторы тысячи человека платить в месяц в Куяльнике. В областной администрации все это комментируют так. Ровно через неделю на специальной встрече будет представлен список потенциального жилья для переселенцев. И работа, мол, сразу закипит. А вот насчет денег сегодня пришло долгожданное письмо из Киева. Наразі Минэкономрозвитку готує проєкт рішення для уряду на погаження 71-мільйону боргу. І, десь Бог, він погаситься. Але на це потрібен час. Ориентировочно это месяц-два. А пока же, чтобы санаторию хотя бы первое время не отключали свет, выделят из местного бюджета полмиллиона гривен. Правда, решение это должны принять депутаты облсовета. Сесія состоится лишь в следующий четверг. А до этого переселенцы намерены ночевать в госадминистрации. И даже полевую палатку дополнительно установили на улице. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Тернополе российские песни теперь под запретом. Отныне в ресторанах не могут звучать композиции российских исполнителей, а жители не могут петь их в караоке. Такое распоряжение издали власти города. В черном списке исполнители или авторы, которые своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины. Всего 14 человек. Среди них Газманов, Кобзон, Лепс. Не услышишь российской музыки и в общественных местах, а в городском транспорте запрещен также шансон и другая криминальная лирика. Тех, кто нарушит распоряжение, ждет наказание. И совсем другая музыка звучит в Каннах, где звезды не только развлекаются, но и занимаются благотворительностью. Они обещают, что универсальное лекарство от СПИДа будет найдено уже через 4 года. Сколько выручили на аукционе в этом году и что продавали? Мой коллега Дмитрий Анопченко следил за одним из главных событий фестиваля – аукционом на Лазурном берегу и знает его результаты. Дима, здравствуй. Так чем в итоге завершились торги? Наташ, ну скажу откровенно. Я за этим аукционом слежу уже который год, так именно в этом году. И лоты грандиозные, и сборы просто рекордные. Свыше 30 миллионов долларов собрали это за один только вечер. Хотя какой? Ну, в Каннах принято полушутя, полусерьезно говорить, если тебя не позвали на вечеринку Амфар, на этот вот звездный аукцион, это значит, что твоя карьера идет ко дну. Разумеется, в этих условиях пришли все, кто только мог. Около тысячи гостей. Члены каннского жюри этого года, а еще дизайнеры, модели, актеры знаменитости Кирстен Данст, Ума Турман, Ванесса Паради, Эдриан Броуди, Перис Хилтон от обилия бриллиантов рябило в глазах. Дамы соревновались в дороговизне нарядов и в глубине декольте. И пока гости собирались и ждали самых ярких звезд, которые традиционно опаздывают, на разогрев вечеринки организовали показы сразу 40 модных домов. Ну, что ожидаемо, ведь один из организаторов, знаменитый дизайнер, Кеннет Коун. Мы нацелены на то, чтобы найти действенное лекарство к 2020 году. Если мы это сделаем, протянем руку помощи всем и повсюду. И СПИД уйдет в историю. У тех, кто собрался на аукцион, конечно же, главная тема для обсуждения, а какие лоты удастся купить в этом году, и что звезды выставят. Обычно это или время в компании знаменитостей, или что-то сделанное их руками. Я рисую одну из своих картин, в которую вложил столько усилий и души, отдал на аукцион. Надеюсь, она поможет собрать еще больше средств. И всех, конечно же, интересовало, что продаст здешний любимчик Лео Ди Каприо, а что новичок в роли ведущего, звезда карточного домика Кевин Спейси. Леонардо Ди Каприо в этом году расщедрился, предложил победителю неделю прожить его новом доме в Палм Спрингс, причем вместе с друзьями, ну а сам киноактер приедет к ним поужинать. Этот лот ушел за 300 тысяч евро. Ну а рекорд? Рекорд в этом году неожиданно поставил Кевин Спейси. Киноактер предложил победителю провести с ним один день в Вашингтоне, прогуляться, пообедать, но при этом Спейси будет в том самом образе, в том самом костюме, по которому миллионы знают его, благодаря знаменитому телесериалу «Карточный домик». Так вот, за этот лот бились до последнего и отдали полмиллиона евро. Имена победителей пока что просят не разглашать. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко был с нами на связи из КАН. Ну и прямо сейчас я уже вижу за своей спиной Алексея Лихмана. Это значит, что буквально через несколько минут в эфир выйдет «Черное зеркало». Алексей, здравствуй еще раз. Некоторые темы выпуска были мне известны, я о них говорила, но кое-что даже для меня осталось за кадром. О чем еще будете говорить и спорить сегодня? Да, Наташа, здравствуй. Я слышал твои анонсы. Спасибо за то, что нам помогаешь и готовишь нашу аудиторию. Темы действительно были озвучены не все, но на вскидку могу вспомнить одну из самых громких и скандальных. Увидит ли Янукович небо в решетку? Ведь Россия отказывается выдавать нам беглого экс-президента. Важный вопрос. Что теперь? Ему все сойдет с рук или ждет суд в Гааге? Другая тема. Не пойдут ли массово в суды жители украинских городов, возмущенные переименованием их городов? Почему закон о декоммунизации выполняется быстро, но все-таки идет с неимоверным скрипом? И почему скрипит телега коалиции? Для кого кабинет министров пишет все эти планы реформ, если, судя по всему, никто из депутатов поддерживать их не особо-то и собирается? И какое улучшение жизни, в кавычках, ждет после всей этой ситуации нас с вами, простых украинцев? Это еще не все темы программы. Их очень много. Они все важны, актуальны. Как всегда, будет интересно присоединяйтесь к нашей беседе. Спасибо, Алексей. Черное зеркало выпили сразу после подробностей. А я желаю вам хороших новостей и интересного вечера с Черным зеркалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова